Всем привет, дорогие друзья! Я нахожусь в офисе нашей компании, которая называется ProMedia. Многие из вас знают, что наша компания занимается графическим дизайном, полиграфией, печатной продукцией. В общем, всем тем, что способствует продвижению вашего бизнеса как в реальной жизни, так и в интернете. И сегодня мы участвуем в очень интересном проекте, одной из самых крупных новостных компаний, одного из самых крупных новостных агентств в Турции. Каждый год они выбирают 4 человека, 4 бизнес-леди и снимают репортажи у них о том, как они ведут бизнес. В этом проекте принимают участие только иностранки, которые ведут бизнес в Алании. Ну а пока мы ждем ребят, хочу поделиться с вами хорошей новостью. В этом году второй раз подряд мы получили награду Ассоциации журналистов Алании за лучший графический дизайн года, за лучший дизайн рекламы года. В прошлом году наша награда выглядела вот так вот. Вот, видите? В этом году, к сожалению, мы будем в отпуске и мне лично не удастся получить эту награду, поэтому я дам задание кому-то, чтобы вместо меня получили эту награду. Ну а, как многие из вас знают, мы также выпускаем еще и журнал на русском, английском и норвежском языках, который называется «Deskava Turkey», где вы можете прочитать о самых интересных моментах жизни в Турции, истории, культуре, традициях и так далее. Ну и, конечно же, об иностранцах, проживающих в Турции. Ну а вот здесь на небольшом стенде у нас представлена вся наша продукция, которой мы занимаемся, которую мы выпускаем. Это и брошюры, и визитки, и какая-то сувенирная продукция. В общем, все то, что вам нужно для того, чтобы продвигать свой бизнес, как я уже сказала, в интернете, в реальной жизни, на выставках, на каких-то мероприятиях. Поэтому, если вам что-то нужно из графического дизайна или из печати, мы работаем с клиентами, в принципе, по всему миру, границы не имеют значения, потому что у всех есть интернет. Поэтому, друзья, обращайтесь с удовольствием, вам помогу в вашем деле. Ну а первые, к кому приезжают журналисты, к нам, и далее мы поедем к другим девушкам, которые занимаются бизнесом, и я вас тоже с ними познакомлю. Я приходила в Руси, я в Руси. Я в Руси, в Руси и в Руси, в Руси, в Руси, в Руси и в Руси в Руси в Руси. И в 2010 году в Руси в Руси году к Тюрки, в 2013 году я приехал в Москве, и я в Кали. В 2014 году мы в Руси, мы принялись фирмы, Промедия Агент, и Промедия Ажанс. Мы проводим директора и директора, программы и рекламы. У нас есть директора «Дискавр Турки». Это директора Руси, Инги. Норвежи дилет на юбанском революте. Мы проводим эту дирекцию. «Турки – какой красивый страной». Здесь есть тариф, кум, гунаш, 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 все вещи есть. И некоторые люди в городе только кум, гунаш и гунаш, гунаш, гунаш и гунаш. Но в Тюркете, я здесь 7 сеней много лет живу, мы сейчас живем в стране и живем в стране. И в Аланинах было много ерунда, поэтому мы мы делаем,Hello. И тут есть один в рюктуах и мы плачем. Мы открыли тактики, которые были уверены в Аланьях. Они проводятся здесь, некоторые люди в сене 3-4 раз приходят сюда. Это не только солнце и пум, но и для тех, и для людей. И, как говорится, мы делаем графическую тасаду и маба. И мы рады, что мы в Аланьях газетчиках объявляемся. и мы получаем об этом году, в первую очередь бюджет. Мы получили различные рекламы, а на прошлый год, в последние годы бюджет. Мы очень благодарны, спасибо! Для хорошего работы, для хороших рекламов и для хороших конкурентов, для хороших компаний, для хороших компаний. потому что у нас есть партнер, потому что у нас есть партнер, и у нас есть промышленный, рекламный, брошюрный. Интернета тоже есть рекламы. Мы делаем интернет рекламы в социальной медиации. У нас есть мысль, что мы делаем, что мы делаем, что мы делаем в Аланьях, мы очень рады. так просто мы не можем менять. Настасья, ты в Аванияхе когда-то, как у вас делали, как у вас есть среда? Как у вас есть среда? У вас есть среда, как у вас? Я нашел связи, почему так что-то много. И для того, чтобы создать более хорошую тикарет, более хорошую сервису, для того, чтобы создать более практику. Поэтому для того, чтобы создать тикареты, я работал в других компаниях, в Норвежье и в России, в больших компаниях. Я работал в бизнес-отвесторе, как работал в бизнес-отвесторе. И большинство компании, как работают, как сервис, как качественные бизнес-отвесторы, как работают. Я не знаю, что это не так, но я работал в этом. Вазы очень немного уйдем. Возьмите 12-13 часы, вазы, уйдем. Но я учусь. И я думаю, что у нас очень хорошая работа, хорошая продукция, хорошая графика и качественная работа. И мы работаем в этом направлении. В Тюрькей и Аланьи, как бы обучение партнеры и патроны, как бы вы работаете в патронах? В Тюрькей и Патронах работают ли вы? Хорошая работа? У нас премидая? В Тюрькей и патроны, как бы, как бы, как обучение партнеров нет? В Тюрькей оказалось это не сложно. Друзья, очень плохие вещи думают и пишут, говорят, что женщины в Тюркете не могут жить в Тюркете, женщины в Тюркете не могут жить в Тюркете. Это очень плохое. Особенно в туризмах, Алланина, Анталия, много патронов и много женщин патронов. В Тюркете не могут жить в Тюркете, Россия, Украина, Америка, Скандинавия. Конечно, в Тюркете вы понимаете, что риск, проблемы, криз, это нормально. В Тюркете не могут жить в Тюркете. Но женщины и женщины, и женщины в Тюркете не могут жить в Тюркете, не могут жить в Тюркете. Почему? Потому что женщины хорошие и качественные сервисы. Вы работаете в Тюркете. Блюда нам нужно Hang hanger один из ваших рыбеков, анатолий в союзе. Более человек дляまり秋- или мужчин, здоровь, что-то Я не думаю, что я не думаю. Я не думаю, что я не думаю. Я не думаю, что это не думаю. Я не думаю, что я не думаю. В 2013 году мы решили открыть в бизнесе. Мы здесь в Майдзанском. Я занимаюсь в Метроуме. Мы с которыми мы можем сделать это? Мы нашли рекламу и танытым. У меня есть еще один из моих людей. На началке бабыль. Открыли нам работу? Мы начинаем, считаем нам valtение. Развсем мыслужчика мыслуждаем такой судорогой. Мы в какомпании клиента бочти объем. Они стремные дела. Нашли мы делаем нужную работу. Сделан нам удобнее. Мы делаем вам 2 самая монетизация, а так что добавляем, а так как мы с социальными темствами благополучия. А это был у нас государственные наши успехи. И мы видим, что нашу большую поддержку, мы приедем дизкоперктарке, которая на нашем канале есть 3 недели, можно ли говорить. И мы и нашим тихим, и нашим культурным, как и нашим другим людям, мы узнаем на нашем канале. Мы здесь видео даем, и мы, именно с нами, только в Аминь, а также в Аминь, и в Аминь, и в Аминь, и в Афьон, и в Афьон, и в Индии, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Куром салованием искалики, и мы с ними коммуникарас, и мы с тем, что Салла Парти, совершенно одинаковые, мы что-то видим, с вами меня учить тень. Поэтому общая дождь на пересечивания мы силиwamos речь с тем, чтоgardок менялет, мы с距離нувале. Но мы желаем, что мы Sele pewdie, мы не можем действовать в отношениях сам в этом футболе, с тем, что мне есть ли такая ценность, и мы не можем это делать! Но мы во время себя премьем, мы... То есть нет, конечно, что-то не в школе, но был бесплатный момент... Да, потому что я работаю с графиками для графика, но я работаю с вашими товарищами. Я работаю с вашими товарищами. Я работаю с вашими товарищами. Я работаю в Анастасии. Я готовлю мясо. Друзья, Энгин, один из самых важных журналистов в Алании, работает для одной из самых больших новостных компаний в Турции. И у нас браво репортаж. Какие годы работаешь? 11 лет. Сколько ты работаешь? Очень много. Я работаю с Турцией. Поэтому, в таком возрасте, это во время области главного города. Алания, это государственная страна, это очень важно. Очень важно, очень важно работать в том возрасте. В таком возрасте мы очень довольны. Но, что я люблю? Я очень люблю. Ты учился в университете? Университете. Я учился в Университете. Игра университет. Потом я учился в Ингелетре. Я учился в Медео. Я пришел в Аланьян. 11 лет назад. Очень профессиональный. Спасибо. Друзья, такие профессиональные люди живут в Аланье. Ну а мы пойдем дальше. Дорогие друзья, сейчас мы приехали в компанию Marimont. Как Валерия. Валерию вы уже знаете. По прямому эфиру. Сейчас тоже у нее будут брать интервью. Ну а я вам чуть-чуть покажу их офис. У них очень красивый большой офис. И компания Marimont занимается продажей, арендой недвижимости в Турции. Инвестиционными проектами. арендой машин. В общем, если вам нужен хороший специалист, профессиональный риэлтор, обращайтесь к Валерии. В описании к этому видео я оставлю ссылку на их сайт, ее контакты. Ну а сейчас давайте пойдем послушаем, что же Валерия расскажет о своей фирме. И о том, как вести меня. Я родился Крым. Рус вакандаши. В Турции в 2000 году мы приехали. В 2011 году мы приехали в Мурат. Мы приехали в Мурат. У нас есть 5 лет. У нас есть 4 языки. Рус, Украинцы, Инглицы, Турцы. У нас есть 5 лет. У нас есть 5 лет. У нас есть 5 лет. У нас есть 4 лет. И я работаю в Москве и не 8 лет. Аликсу на самом деле, почему вы знаете от этого? Это очень веселый, дежурный, 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 удачный, вредно? Я не могу авторитет. Потому что у меня есть очень сильный бизнес. И я не могу делать, что я не могу. Если я не могу делать то, конечно, он будет прежним, он будет прежним. Но у меня русские деньги очень много. Я без этого не могу делать. И я очень рад, потому что менталитет, у нас русских менталитет. И менталитет отличный, поэтому я русских людей больше увижусь. И я очень хорошо знаю, что они хотят, что они любят. Я знаю, как трудно жить здесь. И я всегда работаю в помощи. И я очень трудно занимаюсь. Сейчас дюйма сложная сложная. Вы еще другая страна делаете? Да. Вы еще другая страна делаете. Вы работаете с темием. Вы нервы? Тюклер и диалоговы? Русских менталитетов? Русских менталитетов? Вы их делаете? Я видел разные истории в Туркете. У Истанбула бы еще один раз. Я приехала в Алланыю, и он начался другим. Мне сказали, что Алланыя, я очень, очень, очень удобно жить в Русстве. Потому что здесь живут люди, Тюркцы, они не любят. Настя, я не могу найти слова подобрать. Они добрые к нам. Кибар, кибар. И добранер. Миссофиры, они очень северны. Они очень приятны. Они в этом культуре очень сильно. Они очень сильно. Они были очень приятны. Что-то равно они были. Второе интервью у нас закончилось. А, так ты делала интервью? Конечно, я всё снимала, что писали. Ну да. знакомы по прямому эфиру расскажи вот буквально два слова про себя откуда ты приехал сколько ты уже в турции где была я родилась и выросла в крыму приехала в турцию в 2000 году по по нас меня познакомила моя подруга которая замужем за турком познакомила меня с моим мужем будущем так я приехала в стамбул это я приехала в стамбул нет она не мы познакомились крым и так я приехала в стамбул в 2000 году и в 2012 приехали в аланию здесь классно как тебе бизнес по турецки ну по турецки по-другому немножко ну так бизнес он всегда бизнес он всегда сложный и к нему нужен подход одинаково серьезный как и в россии так и в турции поэтому главное желание правильно главное чтобы нравилось дело жила ты знаешь я считаю что опознавать что-то новое в своей жизни всегда это всегда классно и какой бы бизнес не был то есть познавая если ты справляешься и то это начинает нравиться начинает нравиться начинает расстроиться снежный ком и ты узнавая больше становишься лучше в этой сфере и поэтому это прикольно и интересно и да так что друзья если вам нужна квартира аренда машина в турции обращайтесь к валерии журналисты нас уже ждут мы поехали к другим участникам нашего мероприятия валерий вы уже знаете мы с ним много раз встречаться в наших прямых эфирах поэтому мы поехали а вы конечно же пишите комментарии вопросы и если у вас есть какие-то пожелания ну в общем все все что вас интересует по недвижимости обращайтесь к валерии в описании есть контакты на их сайт в общем полные контакты информации все есть Добрый день! Какие мои 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 мои? Позвольте себя. Я тебя позвольте. Где ты живешь? Где ты живешь? Какие лет лет я живу? Меня зовут Ирена. Я из Норвеги. Я занимаюсь в Аланиях. Я занимаюсь в Аланиях. Как ты знаешь? Меня зовут Ирена. Я из Норвеги. Я в Сталине две года. Есть, две недели. Как в Аланиях? Сохранились в Аланиях? Как они никогда не приходят? Как они приходят в Аланиях? Warum вы здесь открывали? Сначала я finns в Аланиях в Аланиях, когда мы ездили за турист. aggiор. Я здесь и мужик купил. Я получал от меня. Я стараюсь найти людей. И я собиралась в машине. Иногда так смотрю. Я не знал, что это началось, это было не... Смотрите на камеру. Да, я нашла, я нашла. Я хочу снова. Нет проблем. Смотрите на камеру. Да. Вы снова спросите. Как вы приехали в Турки? Почему вы открыли здесь? Первый раз я приехал в Турки, я приехал в Турки, на чатер-туре. Я здесь несколько раз, мне и мужик купил квартиру, и я уже больше остался. И я уже больше не знал, и я уже больше узнаю, я здесь начался интересный, что я здесь начался. Так что, около 7-8 лет назад, я начался. Это как-то полезно. Я приехал в Турки, я приехал в Турки по центру, я приехал в Турки цinge, потом отправился здесь полу, а где-то запentes через нее. Может, через 7aine позже, должна под yhtOH dari 받 scrolling. Я родился в норвежском городе, но я живу в норвежском городе, и сейчас я живу в норвежском городе. И сейчас я живу в норвежском городе. Саилу-туризм. А вы можете дать детали нам дать вам? Детей ли вы вам больше детали, что вы делаете? Особенно я беру Норвеги, но и другие Скандинавицы в Туркции для денталитета. Это основная вещь. Но мы также имеем в виду глаз операций и другие косметические операции. Продолжение следует... Дищ тедави. Да, они готовы. Дищ тедави и джи тедави. Дищ, гоз и косметики. Эстетик. Эстетик? Астетик tedергию, пластик, черархи, или сочетание? Сочетание. Мне пожаловать в Казахстан и в Казахстан. Пожалуйста. Не спрашивай мне вопрос? В Туркете, в Аланьях, как прежде всего, как ты должен быть в Аланьях, как как? Как ты чувствуешь себя в Аланьях? в Аланьях, в Туркции. Это не так сложнее, как я думал в начале. Люди меня очень помогают, они хотят мне успеть. Дорогие друзья, мы приехали к Ирене, она из Норвегии, и у нее своя фирма, она занимается медицинским туризмом. И вы можете приехать, если у вас есть проблемы с зубами, если вы хотите вылечить зубы, сделать пластическую операцию. Если вы хотите иметь пышную шувелюру, вы можете также обращаться к Ирене. Ирена, где вы приехали? Я приехала из Норвегии. И вы уже в Туркции сколько лет? Около 8 лет. Ирина живет в Туркции уже больше 8 лет, и занимается здесь бизнесом. Как вы делаете бизнес в Туркции? Для бизнеса в Туркции, я думала в начале, что это должно быть довольно тяжело, но в факте это не. Потому что все люди, которые я встречаю, и когда я пытаюсь получить помощь, все люди очень помогли и милые. Так что это не очень тяжело. Простите нас за... Ирена сказала, что заниматься бизнесом не так сложно, как она думала. И люди здесь очень дружелюбные. И многие помогают и хотят, чтобы она процветала и ее бизнес тоже. И как женщина, как у многих возникает... Есть стереотип, что быть женщиной в Турции, так еще и заниматься бизнесом очень сложно. Никаких проблем у нее не возникает. Почему Аванья? Почему вы приехали в Аванья? Нет специального причина, вообще. Потому что, когда я начинал приехать, это было как шартер-турист. И как многие, Ирена приехала как турист, им здесь понравилось. Они приезжали еще пару раз, купили квартиру, и потом решили заняться бизнесом. И, как я уже сказала, она занимается медицинским бизнесом. А, tell more about your services. Mainly, it's dental treatment in Alanya. But we have also different... We have also other kind of treatments you can have with us. Eye operation, cosmetic operations. And so, but we don't do that in Alanya. We do that in Antalya or in Istanbul. In Alanya it's only dental treatment we do. Клиенты Ирены в основном норвежцы или скандинавы, но если вы хотите вылечить зубы, поставить коронки или полностью поменять зубы, вы можете, конечно же, обращаться к Ирене. И если вы хотите сделать пластическую операцию, как я уже говорила, операцию на глаза улучшить зрение, то тоже можете обращаться. Потому что качество медицины в Турции, оборудование в больницах, все очень современное. В этом вы можете, конечно же, не сомневаться. Если видите, даже сами норвежцы открывают здесь бизнес. Ну, а ссылку на ее сайт, ее контакты я оставлю в описании. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы на английском, вы можете обращаться. Ну, если в крайнем случае обращаетесь на русском, мы как-нибудь уже поможем с переводом. Вот такие вот интересные люди живут и делают бизнес в Турции. Ну, а мы, друзья, поедем дальше к нашей последней участнице в Порт-Алани. Друзья, мы уже приехали в Порт-Алани. В Аланийскую марину. Да, и мы приехали к Саше в компанию Ата-Берг. Чем вы занимаетесь? Добро пожаловать! Чем мы только не занимаемся. Но главное, что у нас есть, это яхты. Мы находимся в частной марине, где сейчас, вот мы сейчас с Анастасией, производство яхт, строительство яхт, продажа первичных яхт, продажа вторичных яхт, вип-туры на яхтах, групповые туры на яхтах. Вот самое тоже интересное, да. Для всех, кто приезжает в Аланию, вип-туры, туры на яхтах, все к Саше. Все к нам, будем рады вас видеть, стараемся работать для вас, чтобы были положительные отзывы. Наш офис находится прямо здесь, в Аланистской марине. У нас есть русскоговорящие персоналы. Мы все время здесь, поэтому обращайтесь, пишите, звоните. И мы вот как раз стоим, за нами находится как раз яхта, да? Да, это называется яхта Клеопатра. Как я уже упомянула, сказала, что мы занимаемся строительством яхты. И это именно наш проект был, мы ее построили. Очень красивая, люксовская яхта. Сколько она стоит? Ну, сейчас она 280 тысяч евро идет. 280 тысяч евро идет. Не упустите шанс. Это хорошая цена для этой яхты. И вот сейчас мы также занимаемся, у нас второй проект яхты идет на этапе строительства. То есть в Аланистской марине есть блок, технический блок, где происходит ремонт яхты, мастера работают. И вот в этом блоке, в техническом блоке, сейчас вторую яхту мы строим. А я хочу туда сходить посмотреть. Можно будет посмотреть, там все пыльно, грязно. Нет, это интересно. Ну, это интересно, да. Так что можно будет пройтись и посмотреть, как происходит строительство яхта. Такое здесь тоже в Аланье есть. Да, да, да. Строят очень хорошо. Вообще, Аланистская марина привлекает многих. Стоянка яхты довольно недорогая по сравнению с Игейским побережьем. Очень многие перегоняют сюда яхты именно на зимовку. Зимой здесь есть весь технический сервис для этого. Поэтому довольно комфортно. У вас еще Старкрафт. Да, Старкрафт есть. По поводу, вот сейчас и Старкрафта расскажу. Насчет Аланистской марины. Здесь очень многие, кто живут. То есть это ваш дом на воде. Недвижимость, скажем так, можно не покупать. Можно покупать прямо яхту, путешествовать на ней. И жить на ней. Да, жить на ней. Здесь очень многие и европейцы, иностранцы. С России много у нас собственников. С Казахстана, с Украины прямо на территории Марины находятся. Здесь есть сауна, хамам, прачечная, теннисные корты, спортивные залы, стоянка для автомобилей, детский парк, несколько ресторанов, магазин с принадлежностями для яхт. То есть все это на территории Марины. Все это в пользование для тех, кто сюда приехал, встал на стоянку, стоит и всем возможно пользоваться. Так, мы продолжим попозже, а теперь репортаж. Хорошо, репортаж. Вообще, я тут работаю. После того, как это было работал, и яхтейно перебисал. С удовольствием, и как-то после этого яхтений, так, чтобы подождать приходилось в студии, именно, много времени. А сегодня мы å приехали, мы всегда решаем это постоянно. И мы сейчас работаем в ежеднице и в ежеднице все-таки в ежеднице. Поделитесь на ежеднице с лекарствами и в ежеднице с лекарствами. Мы займём различные ежеднице трассы. Потом групп тур. Мы надеваем их в Алании. Мы занимаемся. Также иначе с друзьями, иконцентральные виды любого рынка, и новый рынок ималат. Мы привыкли в цепочку. Мы выбираем любого рынка, мы можем сделать все это. И здесь, мы сделали это из-за нового проекта, и здесь есть в Алании. У нас есть вторая проекта, вторая проекта мы закроем, потом мы закроем, потом мы закроем, потом мы закроем. Вы ибанная страна, вы ибанная страна. Вы объяснете нам это? Тюркей и Аллайя, ибранный патрон. Я обычный Украинский. Я живу здесь 10 лет. Я живу в Тюркей. Я живу в Тюркей. Я живу в Тюркей. Но в этом городе, в этом городе, у меня очень сложности, если ты занимаешься, если ты занимаешься, то я беру. Парень. Наши репортажи закончены. Александра расскажи, откуда ты приехала сколько лет? Сейчас личные вопросы пошли. Да. Приехала сама с Украины, но приехала сюда не на отдых, у нас практика была от университета, я училась в Харькове, в отеле можно было поработать летом. И вот я приехала, работала в Белеге, мне очень понравилось, в Турции, и обязательно решила вернуться сюда. На следующий год опять вернулась, потом начала работать у туроператора Тестура крупного, и так по работе познакомилась с мужем. И вот такое решение, все, что я здесь останусь, любовь, морковь, да. И сколько уже ты здесь? Уже более 10 лет. В 2005 году первый раз приехала в Турцию, то есть уже практически 12 лет. 10 лет замужем, но уже двое детей, гражданство турецкое, старшая дочка ходит в школу, маленькая в детский садик пойдет, ну и мы работаем. Ну и как заниматься бизнесом в Турции? Молодцы, то есть страна, которая, если ты действительно хочешь, если у тебя есть желание, дает шанс, открывает все двери, чтобы ты здесь работал, остался, растил детей, при этом смог нормально существовать. Абсолютно все какие-то органы, с которыми мы сталкивались, налоговая, муниципалитет, нотариат, то есть ну все-все-все, то есть твое пользу, способствует развитию бизнеса. Никакого отношения, что ты вот иностранка, а это вот дура, да он. А женщина. Вот такое. Нет, тут тоже абсолютно, наверное, скажем так. У меня тоже такое же впечатление. Не почувствовала. То есть, конечно, ну турецкий желательно знать, на турецком говорить. Когда ты говоришь на турецком, к тебе уже по-другому относятся. Вот, ну, в принципе, абсолютно все нормально. Я же говорю, было бы желание. Поэтому. Офис находится в компании Atabirka в Марине. В Марине Алане, да, это на въезде в город, где стоят, где расположены частные яхты. В офисе у нас работают, как и русскоговорящие, англоговорящие, конечно, турецкоговорящие персоналы. Поэтому, как бы, языковых трудностей не возникает. Поэтому, если захотите узнать все про яхты и про недвижимость, про туры, в описании к видео я оставлю контактные данные. Добро пожаловать в нашу компанию. И обязательно пишите в комментариях, если вы хотите пойти в... Как это называется? Не ангар, где яхту-то строят. А где я... Ну, да, технический блок. Да, если вы хотите сходить... Я так вот хочу, да. Обязательно в комментариях напишите, посмотрим, сколько будет человек, кто хочет сходить, посмотреть, как строят яхты класса люкс. Пишите обязательно в комментариях. Ну, и тогда мы в следующий раз тогда уже с Сашей тоже под подробней... Погуляем по Марине, конечно, потому что хотелось бы показать, что тут есть, и какие ресторанчики, какие условия. Есть центральный офис Марины, где Марина заключает контракты с собственником яхты. То есть, можно погулять, посмотреть, будем вас ждать, конечно, расскажем, все покажем вам. Вот такое вот интересное у нас видео сегодня получилось, поэтому ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И обязательно приезжайте в Аланию, катайтесь на яхтах, проводите время незабываемо, покупайте квартиры, я не знаю, живите здесь, отдыхайте. Отдых на яхте – это вот совершенно другое, разное удовольствие, при том, что у нас есть не только моторные яхты, у нас есть и парусные яхты с русскоговорящим капитаном. Туры есть сейчас и на парусной яхте, и вы можете попробовать, вас и получат, и управлять этой яхтой, и удочку дадут, можно порыбачить, и покупаться вокруг крепости, пройтись. То есть, такое море удовольствия, все это по доступным ценам каким-то. Вот самое главное. Это самое главное, да, это вот о том, о чем я упомянула. Потому что, когда народ слышит яхту, у них сразу... Да, нет-нет-нет, это, поверьте, даже продажа яхт – это все то, что абсолютно может позволить себе, ну, довольно многие, скажем так, это не какие-то немиллионные суммы с тремя-четырьмя нолями. Вот, все есть на разный вкус, на любой вкус, скажем так, как и яхты, так и недвижимость, поэтому будем вас рады видеть здесь. У нас здесь особенная обстановка, совсем другая обстановка, то есть такая обстановка релакса, очень многим нравится, поэтому приезжайте обязательно в гости. Да, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть видео, как строят яхты и вообще посмотреть, что есть в Марине. Ну, а на сегодня со всеми прощаемся из солнечной Алании. Конец сентября, а у нас еще плюс, наверное, 30, да. Ой, жарко, жарко, жарко. Поэтому со всеми прощаемся, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, конечно же, комментируйте и приезжайте в Аланию. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!